Более 700 журналистов, блогеров, представителей власти, экспертного сообщества стали участниками пятого форума СМИ Северного Кавказа, который стартовал в столице Ингушетии, Магаси. В предыдущие четыре года традиционно делегата встречала столица СКФО Пятигорск. Патимат Бурзиева расскажет подробнее. Пятый форум СМИ Северного Кавказа открылся на площадке научной библиотеки Ингушетского госуниверситета. Мероприятие включало в себя круглые столы, экспертные блоки и мастер-классы, спикерами в которых выступили журналисты, представители власти и общественности, пиар-специалисты и блогеры. Для республик Северного Кавказа и Ставропольского края, в связи с массовой информацией, так же, как и для любого региона, конечно, это когда-то та возможность, как интегрироваться вообще в целом общества нашей великой страны, и как себя представить проявить не только в метапах страны, но и за пределами нашей великой страны. Участники форума узнали больше о трендах телевизионной журналистики, работе медиа в социальных сетях. Была открыта выставка СМИ субъектов Северного Кавказа, показывающая важнейшие достижения медиасферы региона. На сегодняшний день у нас зарегистрировано более 700 как участников, так и гостей нашего форума. Мы ожидаем обмен мнениями, чтобы регионы показали друг другу, на что они способны, что они умеют, что они научились, поделились своим опытом. Второй день пятого форума СМИ Северного Кавказа в Ингушетии начался с презентации его участников. В почетная делегация во главе с министром России по делам Северного Кавказа Львом Кузнецовым посетила все выставочные площадки. Обзор печатных изданий и книжной продукции нашей республики для гостей провел в Рио министр печати и информации Рашид Акавов. РГВК – это наша республиканская вещательная компания. Мы в этом году приступили к реализации тоже уникальных проектов. Более 30 программ отсняты. Новый формат вещания абсолютно. Лев Кузнецов, Юнусбек Евкуров подробно ознакомились с творческой деятельностью телекомпании РГВК «Дагестан», которая вещает круглосуточно. О новых проектах, запущенных в этом году, им рассказала генеральный директор Елена Тагирова. В основном это документалки, это документальные проекты. Часть проектов была реализована на театральной сцене с актерами, с театральными режиссерами. То есть мы такой синтез допустили проекты, которые нами реализовывались с той целью, чтобы создать и золотой фонд РГВК «Дагестан», золотой фонд и проекты, которые были интересны во всех регионах России. Во второй день форума прошло пленарное заседание средств массовой информации Северного Кавказа. Оно было посвящено вопросам взаимодействия органов власти и прессы, а также специфике формирования информационной повестки в СКФО. В завершении пленарного заседания стало известно, что в следующем году форум СМИ Северного Кавказа получит новую прописку для обсуждения насущных проблем медиаотраси журналистов и гостей премии столицы Чеченской Республики – город Грозный. Ну а вечером этого же дня состоялась церемония награждения победителей конкурса «Медиа Кавказ». Ватиман Друзива, Зарипат Курамагамедова, Гусен Кулиев. Время новостей. Республика Ингушетия.